Велкам! Сейчас UR! Ты выговорился, Мирослав? Я чувствую, что Мирослав, он как бы не ходит ни на один стрим, кроме сюда, и высказывается, и высказывается. Выговорился, наконец-то. Ну что же, ребят, welcome, welcome, welcome. У нас сегодня МСАИ. Я прям с самолета, хотите верить, хотите нет, прилетел домой 15 минут назад. Только пиздец. Ну ладно, не, на самом деле, 15-16 минут назад самолет у меня сел час назад. То есть от аэропорта до сюда где-то 40-45 минут добираться. Это если не повезло с пересадкой. А мне не повезло с пересадкой. Я что-то, походу, на троллейбус не успел. Хотя не уверен. Может, я и успел на него. Он тут представляет суперкоманду Турецию. Давайте я... Для тех, кто у нас не в курсе, есть турнир такой. MSI. Это мини-чемпионат мира. Так его можно назвать. Потому что в нем играют все лучшие команды своих регионов в данный момент. В данный момент. И получилось у нас так. Нам нужно не это, только стендингс. Получилось так, что лучшие команды из нижних регионов отыграли друг против друга. По итогам турецкий регион одержал победу над бразильским регионом, над Кабумом. И закончил со счетом 5-1. 4-2 Кабум, к сожалению, для них. Пентаграммовцы, как я и сказал, окажутся на последнем месте. 1-5. Ну, Дайр, Вульф поборолись, где-то тут зацепились. И, как я и говорил, Пентаграмма может тоже у кого-нибудь очки отобрать. Молодцы. Что касается этого региона, здесь явным лидером были Гамбиты, остальные были отстойники. Единственные гипотетические проблемы могли бы возникнуть с командой Rainbow Seven. Это команда у нас Латиносы. Латиносы. Да, я правильно помню сейчас. Латиносы, Латиносы. Они переименованная команда. В свое время они назывались Lion Gaming. Вот здесь, formally known, видите, так и написано. И представляет Латинскую Америку север. А в этом же регионе, в этом же стендинге, так сказать, участвовала Латинская Америка. Еще одна, это Каос Латингеймерс. Они были у нас юг. Они даже слабее должны были быть, как мне кажется, от сэшн-геймингов. А сэшн-гейминг, это, видимо, оказалось самое слабое. Команда этой части, это Вьетнам. Да? Я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Вот такие дела, ребят. С вьетнамцами этими не должно было быть проблем. А вот с Рейнбоу могли быть проблемы. Ну, гамбиты молодцы. Сделали то, что должны были. Это задача минимум была. Знаете, как вот сейчас чемпионат мира по хоккей идет. За ним я тоже наблюдал, так, краем глаза. И задачу минимум. Гамбиты выполнили. Сейчас там российская сборная, например, по хоккей тоже. Задачу минимум выполняет. Побеждает те, кого должны побеждать. В любом случае. Теперь нужно выполнять задачу максимум. И вот под максимум я подразумеваю, что они завтра будут играть с командой Flash Wolf. А сегодня у нас Турция играет. Ну, или Турция. Против команды EvoS Esports. Это как раз-таки вьетнамский регион. Подождите, я тут перепутал. Тут, значит, не вьетнамский, тут Тайвань был. Вот это вот Тайвань же, да, получается. Бла-бла-бла. StreamHop. GPL. GPL. А, ну да, все верно. Они же разделились. GPL теперь это Таиланд плюс кто-то. Там, Новой Зеландии. Всякие такие мусорные, хотел сказать, государства, но это будет неправильно. Мусорные государства относительно Лиги Легенд. Они остались вместе в GPL. А EvoS Esports это отдельные, отделившиеся вьетнамцы. Правда, им придется сейчас туго. Есть две проблемы у них. Первая проблема. Этот регион отделился. И было мало практики игровой. Где? В самом чемпионате. Потому что раньше это был большой регион GPL, где участвовало 10 команд. Теперь в этом регионе участвуют 6 команд. В Таиланде тоже участвуют 6 команд. И получилось, что, ну, просто сезон шел между тремя там командами. И вот EvoS... EvoS... Как они... Как их правильно называть будет? EvoS Esports. Ну, давайте EvoS'ы будем просто их называть. Просто здесь они пока подписаны WCS. EvoS Esports тоже есть. Кстати, надпись я не заметил. Ну, так вот. Будем их EvoS'ами называть. EvoS'ы прошли. Прошли команду Gigabit Marines. Те самые Gigabit Marines'ы, которые были в этом году послабее. Дело в том, что они потеряли своего ключевого игрока Леви. Ну, или Левай. Его так еще называют английские комментаторы. Потеряли его. Он уехал в Америку. Играет сейчас в команде Соточка. В команде 100 воров. Но во втором составе. Пока он Метеуса не смог поджать. Метеус очень сильный игрок. И, знаете, быть на запасе у Метеуса, это, можно сказать, сидеть вечно в запасе. Но ему нужно было, понятное дело, английский язык подтянуть. И посмотрим, как в следующем сезоне он себя выстрелит. Напоминаю, что команда 100 воров как бы второе место в чемпионате Америки заняла. Если действительно Левай или Леви начнет играть лучше, чем Метеус, то вот она. То, чего, может быть, не хватает этой команде. Ну, или, по крайней мере, там пару раз выйдет на замену и покажет невероятный результат. Нам тут какие-то хайлайты находят, как Fab Fabulous на своем любимом Ганпланке. Он все еще на нем играет. Боже мой, ребят. У меня просто есть листочек за 2016 год даже. И на этом листочке Fab Fabulous Gunplank Main написано. И он его опять взял. Но мы сейчас, я про команду немножко вам расскажу, потому что вы-то от меня этого не слышали. Вы слышали на английском языке, на русском языке, на бразильском, корейском, не знаю, на каких еще языках смотрели трансляцию. Там мы слышали рассказы. А сейчас я вам буду прохладу впаривать. Буду я вам вот это впаривать. Привет, Скайри. Ну так вот, EvoS и Esports не тренировались, можно сказать, серьезно, в течение сезона. Приехали на этот чемпионат, у них не было реальных конкурентов. Дело в том, что они сейчас могли тренироваться, конечно же, с командой там какой-нибудь Kingzone. Могли там фанатиков вызвать на дуэльку пару дней. Но это все тренировочные матчи. А какого-то такого агрессивной игры, смены меты, обмана оппонентов, этого всего у них не было. Они бедненькие, мучились, сейчас сидели и ждали, кто же будет их соперником. Следили за всеми, понятное дело, потому что мог выпустить абсолютно любой соперник. Могли здесь гамбиты оказаться, могли супермассивы оказаться. В итоге оказались вот именно Турция, Турция. И будут они играть против них. И я смотрю, у них даже план был на все это, на этого Ганпланка. Посмотрите, как они красиво все сделали. Забрали себе Трандла, чтобы не бояться никакого Олафа с той стороны. Получили в лицо Кейтлин и Ганпланка, так как они ждали Ганпланка от Фафа. Кабулос, это единственный чемпион, на котором он божественен. Тут же забрали себе Камилу на топ-лейн и Азира взяли как стабильного чемпиона. Райс же уже забанит, значит, бояться Азиру нечего. И Азира можно было здесь убить всякими Велкозами. Не знаю, там Зикса теоретически брали здесь. Под Ганпланка хорошо зайдет. Отпушивающий, в общем, медлейнер. Но не пошли в отпушивающий медлейнер супермассивы. Они используют своего корейца на 100%. В Джи Би Эм, тот самый кореец, который играл против Фейкера еще там в свои годы в корейском чемпионате. После этого уехал он в Китай. После Китая он уехал в Америку. После Америки он уехал в Турцию. И теперь в Турции играет уже окончательно. Вот такой вот он. И Сноу Флавер тоже кореец, кстати говоря. Этот кореец играл в команде Лангжу. Еще тогда она называлась Лангжу. И у нас Киндредка появляется для Сто Мейджа, который умеет и хочет стрелять на Адекериках. Он агрессивных джанглеров очень любит. Я удивился, на самом деле, когда увидел, что они Казикса забанили. Но решил пока на это не выходить. Д2 кореец, по словам Варзона. Кто такой Варзон, не в курсе. Но Д2, так Д2 кореец. Джи Би Эм, ну... То, что он второго тира кореец, это однозначно. Но, думаю, если он в Корею приедет, он спокойно Чалика возьмет, как и Сноу Флавер. Так как и Сайт Нот. Помните Сайт Нота? Зайт Нот. В английский комментатор называет Зайт Нот. Но, понятное дело, что у него на немецком здесь или на турецком написано Сайт Нот слово. А Варзон это Мидер Эвосов мне подсказывает. Оооо, тут у нас выскочки, выскочки какие-то. Победили каких-то бомжей. Прошу прощения, ребят. Но победили в группе бомжей, других бомжей. И теперь они думают, они могут дергаться. Ой-ой-ой, ой, как дергаются. Нет-нет-нет. Так не работает, Эвосы. Эвосы, вы победили в регионе, который разбился, который разломался пополам. Я не удивлюсь, что там были и продажные матчи. Вы же понимаете, что это создание абсолютно новой лиги пришлось сделать. Это как возьмет сейчас вот эту СНГ-шная лига и разделится на чисто российскую лигу и СНГ-лигу. Потому что здесь, мол, только русские играют. А вот там будут играть там белорусы, украинцы вместе. Все. Кончились мои познания в СНГ. Ну, вы поняли, что я имею в виду. И понятное дело, что большинство команд, они просто не успеют даже собраться с мыслями. А как теперь-то действовать? Кто-то куда-то переехал, кто-то туда, сюда. И все. И победили Эвосы команду, которая была явно сильнее. Потому что состав хотя бы был у них полностью вьетнамский. И они победили вот этот полностью вьетнамский состав, который ослабленный все же был. Леви ушел. Про это я говорил. И забыл вам еще добавить. Тренер ушел. А знаете, куда тренер ушел? Только не рассказывайте никому. Тренер ушел в команду Эвос. Так что тот же самый тренер, который тренировал команду Гигабит Маринс, сейчас тренирует команду Эвосов. Ну, по крайней мере, я не знаю, официально ли это. Последние данные, которые у меня были. Может быть, он просто аналитик. То есть, бывает, есть тренер основной и есть аналитик. Ну что ж, давайте знакомиться с игроками. На топе у нас Старк стоит. Тони Старк, Айронмен, понятно. Юджин. Еджин, наверное, лучше его читать. Еджин. Это на Трандле у нас лесник. На меде у нас как раз тот самый Warzone Выскочка, который считает, что GBM вообще здесь никто. Внизу у нас будет стоять на Ботлейне у вьетнамцев Слей. И я никнейм не могу прочитать из-за чатика этого Тарика. Сейчас кто-нибудь что-нибудь напишет в чат, и я прочитаю никнейм Тарика. У меня там чатик просто перекрыло. Так, Мариинсы не совсем с щитом были. Да, я говорю, вот ослабленную именно в финале команду победили. Там 3-2 была борьба, там равная борьба была. Могло все закончиться в любую сторону. Рон ОП, да, вот я сейчас вижу, он бегает. Роник, пусть будет Роником. Истамейджу мешают здесь забирать синий баф. Не особо, кстати, энергично ему помешали. Обычно провокация приводит к тому, что вы заставляете потратить киндредку смайт. Ну, не только киндредку, а любого джанглера смайт. И в итоге для киндредки это было бы еще хуже. Сейчас объясню почему. Дело в том, что киндредке придется сейчас играть через своего краба речного, либо верхнего, либо нижнего, и ей этот смайт нужен. Также он ей нужен для красного бафа. И либо она тогда будет тратить его там, но теряет краба, либо она его экономит, вот как получилось, и может теперь спокойно бороться за краба. Вот такие дела, ребят. Так что здесь ступанули немножко. Я вас, и Еджин идет на проверку краб, проперла его с этим крабом. Видите, у него интересный маршрут был. В надежде, что если краб выпадет сюда, он сэкономил смайт, он взял синий баф. Ну, то есть весь синий лес. И хороший стал! Тарико минус стоит на ад! Хо-хо-хо! Вот это творит уронник! Не-не-не, ребята, это Ронопи! Ронопи! Я зауважал этого мужика! Покажите мужика! Да мужик! Мужик! Смотрите, вон его фотка. Вот здесь вот. Это он. Давайте посмотрим еще раз повтор, что он творит. Он был уже второй левел заранее. И прописывается там по двум игрокам. Зайтнода не смог сноуфлавию проглотить, потому что не было еще второго левела. Надо было добить этого крипа. Кейтлин не успела добить. И вообще здесь, знаете, как глупо все получилось. Если бы Кейтлин проигнорировала этот стан и добила этого крипа, они бы получили второй левел, и он бы остался в живых. Но Кейтлин не проигнорировала этот стан и побежала, проигнорировала как раз крипа, и в итоге умерла. Что ты думаешь по поводу уровня игры цайтнода? Не своевременный вопрос. Если бы ты спросил до этого матча, я бы сказал, что это один из лучших адекерей в Wildcard регионе. Это точно могу отметить. По крайней мере, по прошлому году так ощущалось. Но вот сейчас то, что мы увидели, он за Кейтлин против Эза и Тарика. По сути, проиграл второй левел. Немножко странно. Роника, Роника хватает. Роник тратил уже Flash Ignite, вынужден он будет в беду попадать, но Кейтлин убивает его. Приходит сюда Тони Старк, Юджин сюда прилетает. Юджин зачем-то прыгал. Как все не очень. Юджин, не Юджин, это Старк прыгнул. Юджин кубком только смог помочь. Ошибка была сейчас от Старка. Прилетели у нас на дабл ТП оба топпера. И, конечно же, такое ТП гораздо выгоднее для Гангпланка, если он не будет сейчас терять подвышкой 2000 здоровья. Но вроде у него все зашибись. Извините, я тут буду еще немножко ошибаться, по игрокам, потому что еще к ним не привык. А так, Сайтноут, если спросите, да, ну вы уже спросили, еще раз подтвержу свои же собственные слова. Я считаю, он лучший адекерри вайлдкарт региона. То есть вот этого бы адекерри, да в какой-нибудь вайлдкарт команду, у которой дико сильный джанглер, сильный мейдер, который может играть на 14 разных чемпионов за 14 разных игр, топлейнер, который не фидонит, донит, и саппорт, который шат колит. И команда могла бы, а может она и так может, мы пока не знаем, могла бы побороться за второй слот. За второй слот. Для своего региона. Напоминаю, что у Вьетнама был второй слот на прошлом чемпионате мира, но именно из-за того, что произошли бах-чух-пш-пух, тогда просто регион назывался GPL, теперь отдельно стало Вьетнам, и у них есть свой слот, и отдельно GPL, и у них тоже есть свой слот на чемпионате мира. Про правила слотов мы будем рассказывать чуть позже. Что у нас по стамейджам? Стамейдж заработал себе осид, я правда не знаю, пассивку кидал в этот момент на Тарик или нет. Но вот этот ганг сработал на ура, и напоминаю, что Трандл, по сути, в прямой контрпике находится, и прямые контрпики к Трандлу считаются Камила Казикс, Джарван, ну так гипотетически, но еще и, конечно же, можно Грейвса плюс Кендретку брать. Грейвса я вот не знаю, брали ли на MSI, не смотрел, но Кендретку уже брали, и вот мы с вами ее еще раз наблюдаем. Она действительно очень сильна. Приветствую всех, ребят. Да, мы только-только с отпуска вернулись, и сразу же, сразу в бой. Завтра тоже будем стримать. Ой-ой-ой, какое замедление. Еще одно замедление. Фафабола сфлашивается, и об этот же кубок делает прыжок у нас Тарк. Эту комбинацию мы уже с вами видели. Какая же она красивая. Эта комбинация непривычная, но рабочая, что можно об кубок Трандла делать камиловский прыжок, и поэтому, когда ты даже вроде бы занимаешь позицию такую, где тебя застанет нельзя, ну, от стенки, если она прыгнет, я увернусь, как бы, не проблема. И в таком положении Фафабола-то и стояла. Но все равно она использует кубок Трандла и задевает. Но Стамеджет зато себе еще один стак зарабатывает. Это уже два стака будет у него, и плюс дракон для своей команды. То есть на перспективу будущего супермассивы идут лучше. У них Кейтлин против Эззо, у них Кендредка против Трандла, тот же самый Ганпланк, который, конечно, будет страдать против Камилы, но Ганпланк это тимфайтер, он будет предлагать команде оппонентов сражаться пять на пять, и избежать это будет крайне тяжело, потому что отпушивания нет у команды Эвос. Если внимательно посмотрите, мне чем отпушивать. Тарик ничего не делает, Эззо ничего не может. Надежда на одного Азира, но он один не справится. И седьмая минута, вышка упала на топ, и в ответ вышку сейчас супермассивы тоже заберут, пока по положению Эвос вроде не так уж и хорошо контролят игру. Но я думаю, это связано как раз с тем, что Трандл свое еще я не сказал. Дело в том, что как раз эта стадия была мертвая для Трандл, и Трандл вот сейчас отмучился. Смотрим, как он отмучился. Заработал килл для своей команды на топе, сломал вышку Ферстблад, получается, не проиграл по фарму, и всего два стака заработал с Томейджет. Это к восьмой минуте. В общем-то, Трандл, ну не то чтобы победил, но в равную сыграл. Это учитывая, что теоретически Кендредка могла его оставить вообще без фарма. То есть она спокойно с ним может стакаться, предлагать ему сражаться один на один, побеждать его, обворовывать его лес, она мобильнее, чем он. Но здесь, наверное, еще это было связано с тем, что вот как раз очень неподвижный у них мидер. Владимир, вы знаете, что Влад является прямой контроль к Азиру, где-то там, в фантазиях юных натуралистов. Но на самом деле так и есть. Просто это использовать крайне тяжело. Дело в том, что Владимир на линии может сделать ол-ин только вот сейчас, где-то после шестого левела с Игнайтом. И, конечно же, то, что это Владимир, который увернется от всего, что Азир будет по нему делаться, он просто передислокацию проведет, и ты солдат своих передвинуть не сможешь. Это я про Азира говорю. У Азира есть шанс убежать, конечно, но тебя могут и за тавер давить. По-хорошему. Так вот, а дальше Владимир, он просто меняет свой Игнайт на телепорт и начинает тебя сплитпушить по краям. А Азира туда уходить как-то не очень выгодно. Тут и Юджина намучили, но он под своим здоровьем, под своей пассивкой хорошо так вылечился. Варзончик возвращает. Чего Варзон? Чем занимался? Фармился он. 82 фарма за 9 минут. Ну, топовый фарм этой игры у него. Влад, вот он, тот самый момент, про который я говорил. Единственный шанс есть, то, что Варзон убежит. JBM сделал лол ин, но видит, что солдат не потрапит. Тут главная ошибка, ребят, обратите внимание, я перематывать не буду, я просто расскажу на своих словах сейчас. Азир поставил солдат сразу за спину. Если ты попытаешься сделать в него ульту, он тут же нажмет, опа, телепорт за спину. Не успел это рассказать. Зайднод большие проблемы, но проглатывает, проглатывает, он тут Варзон, подкидывание делает, но Зайднод убегает, к сожалению, оставляя за собой пятно, пятно, белое пятно, Snowflower развалился там. По вардам, кстати, пробежался с Томейдж, ты его увидел в Варзон и пойдет теперь другим путем отступать. Ну, а я вернусь к мысли по поводу мидлейн, почему JBM не сделал тотал ин, про который я говорил, потому что Азир не совершил ошибку. Сулокушная ошибка могла бы здесь произойти. В тебя бежит так Владимир, ты берешь и ставишь солдата в него, типа, наносить урон по нему. Это ошибка. Ты не сможешь просто после этого никуда упрыгать. А если ты солдата ставишь за спину себе, то есть ты прыгаешь просто на него и уходишь. Двойной прыжок у тебя будет. Тут интересно. Ганг, кстати, по Фафаболосу и он не то чтобы интересен в своем исполнении. Интересно, как Фафаболос позволил ему снова произойти. Пока мы это смотрели, у нас здесь там Мэджет организовал улын. По Эзуэзу залезнули в конце. Игнайт дает вижн, кто не знает, ребят. Игнайт подсвечивает игрока. Я хочу увидеть, как вообще вот это произошло. Это, видимо, Snowflower воскрес, дал свою ульту за спину. И они не отпустили Эзу вместе с Тариком. Ну, тут кто-то из них должен был умирать. А вот смерть Фафаболоса снизу это грубейшая ошибка на самом деле Гангпланка. Я не знаю, зачем он так далеко заходит. Его линия это фармящая линия. Ты стоишь под вышкой и фармишься. И так всю игру. В один какой-то момент ты просто говоришь, знаете, ребят, у меня Power Spike предметы. Четыре предмета у меня есть. Все. Я просто иду к вам, расставляю бочки, мы сиджем, так называемую, осаду проводим. И все, они ничего нам сделать не могут. Если в нас ворвутся, у нас... Ух. У нас есть ульта Киндредки, у нас есть моя ульта, у нас есть там Владимир, который сможет их фланговать, потому что Владимир займет мою позицию. Он так вот скажет. Показывает нам цитнота в этом чемпионате. GP на третьем месте, а все остальные показатели на первом. Киллы и ассисты. Как видите, у него троечка в среднем, 58% это киллов, которых он сделал... Не, подождите, что такое ФВД? Я что-то... Вот ФВД, я не знаю. Early Game. Тут вся статистика была, это и... First... ВД. А что такое ВД? Что первое ВД? Первое Смерть. Ну и ладно. Ну так или иначе, он первый по статистике. Ну, может он бы так и думал, что у него есть ульта Кендредки, но Кендредка была на топе. Ну да. А здесь он слишком далеко ушел. Вот как раз про Фафаболоса я говорю. Здесь он слишком далеко ушел. Его банально через элементарный кубок загангали. То есть это даже не надо было никакие ума иметь. Стаммейджет здесь очень близко было к тому, чтобы он умер. Но он все же остается в живых. Кетлин делает выстрел. Задевай дислей немножко. Из-за того, что обзор был от Игнайта. First Blood Deal. First Blood Deal. Ну, кстати, возможно. Это типа создание первых киллов. Кетлин-то в этой игре создала тоже первый килл. Только на себе, но это уже другая история. Ну ладно. Стаммейджет второго дракона решил организовывать. Пока он не набрал достаточно. У него все еще два стака. Я объясню, ребят, в чем проблема. Дело в том, что после того, как ты набираешь два стака, очень редко начнут выдаваться тебе близкие стаки. Все стаки надо будет забирать с боем у врагов. Либо просто убивать врага. Это тоже будет давать тебе стак. Как итог, получается, что если ты не сделал в первые 10 минут себе пять стаков, то дальше, в общем-то, ты ничего и не будешь получать. То есть в конце игры скорее всего у него пять стаков и останется, если игра, конечно, не 40-50 минут с плюсом будет идти. Просто вот сейчас у него два стака и ситуация не улучшится. Потому что сейчас будут появляться ему вот эти рапторы, которых прикрывает Азир, будут волки появляться, которых там сейчас прикрывает Азир. А вот и Тауэр Дайв. Джи Би Эм через флэш организовал, нанес неплохо урона, но не догорит варзон. Это поздновато было сделано улына Джи Би Эма. Хотя, видите, Азир все равно немножко... Ой, а вот тут у Фа Фа Болоса пытается убить. Но он ушел под вышку. На этот раз все правильно сделал. Сможет ли он сделать ответный килл? Не хватило чуточки урону. Вот реально капельки не хватило урона. Вот сейчас он все правильно сделал. Он стоял под вышкой и разменял свою смерть за две вышки боковых. То есть одна боковая, которую забрали Эвосы, боковая на топе и вышка на миде. Да, тут не боковая была. Вот такой вот хороший размен. У нас там Тарик дает ульту. Почему? Это, кстати, не спровоцирует ли сейчас супермассивов ворваться? Потому что здесь-то продолжает Еджин вместе со Старком ответные вышки забирать, но они забрать уже успели вышку, а супермассивы не рискнули. Просто Синебаб украли у... Ну, там Азира, получается. И Стамейджет стак нашел. Вот этот момент происходит где-то в 15% только случаев. То, что сюда все же еще стак могут накинуть ему, до трех стаков могут еще кинуть на Краба. Ну, там статистика такая идет. Ой! Он прыгает в Старка, перепрыгивает, дает автоатаку. С замедлением цепанляет ли? Нет. Нет. Еще нужна была одна автоатака, но там он не достал. А тут Тарик попытался Стамп прописать по Цитноту, но Цитнот успевает улететь. Причем он видел, как Тарик к нему идет. Наплевательски к этому отнесся. Да, 7 стаков для киндредки это уже идеальное положение, которое вы можете заработать за игру. Но здесь, мне кажется, 7 не будет. А вот то, что Эзика так отдают, и уже второй раз он умирает на похожей же ситуации. Там Кенч такси, просто за спину прилетает, и у Эза ни идей, ни вариантов нет никаких. Давно уже пора его смещать на мид, но они боятся, что то же самое будет делать с Азиром. В защиту Эза могу сказать, что с Азиром будет это сделать сложнее. У Эза один прыжок. И ему, чтобы фармиться, надо ближе подходить, чем Азиру. У Азира есть два прыжка. То есть, если только привезут Старка, ой, Старка этого, там Гампланка, еще ульту привезут наверх, замедлив Азира, тогда вот его, скорее всего, не отпустят. Ну ладно, разберемся. Что у нас по деньгам получилось? Плюс 700 золота идут Эвос, но мне не нравится, что они вообще не контролируют игру. То есть, я вижу, что они играют лучше. Вот честно, мне кажется, они играют лучше, но они не контролируют игру вообще. То есть, вот эта ошибка, это контрольная ошибка. То есть, вы позволили к себе прилететь, в этот момент вообще ничего не делали. Два игрока вообще фармили лес. Азира отпушил мид и пошел фармить лес. Трандл делал то же самое. За драконов не объединялись. Ну, правда, там драконы были мусорные. Один каменный, один водяной. Ну, ладно. Ну, а Кендредка сделала себе четыре стака, я так понимаю, да, только что. Еще она набрала, я видел, рапторов, хотя не уверен. Так вот, я не успел рассказать вам про крабов, ее статистика. Статистика считается, что ей будут давать крабов до трех ее стаков. После трех стаков крабов уже никогда не дают. Но там процентом, если вы на Википедии почитаете, сто процентов, если у вас ноль стаков, сто процентов, первый стак будет на крабе. Это стопроцентная статистика. Потом 30 процентов будет, что он на крабе, если у вас уже два стака. И всего лишь 15 процентов, что он будет на крабе, если у вас уже два стака есть, надо третий заработать. Вот такая вот интересная статистика. И поэтому получается, что стамейджу реально проперло, вот то, что он все крабов выловил, тут за эти 17 минут, ну там не 17, 15 минут было, сколько он там крабов мог набрать. Опять вопрос, а почему я с ней дал Е через стенку? Да вот не смог, видимо. Интересный выбор от GBM по предметам. Первый предмет еще ладно. Шурелью это альтернатива Фростфангу, которую собирали многие. Вы берете, сохраняете Ignite, получаете скорость передвижения за счет Шурельи, следовательно, Ghost не берете пока что. И этот GBM, видите, я вам рассказал историю, как должны Влады играть, но не обратил внимания, что этот Влад у нас играет без книжки. Этот Влад играет с Пушинкой. И с Пушинкой, если честно, он очень плохо отыграл. Потому что Влад является прямой контроль к Азиру, и он не убил Азира ни разу. И это ошибка, причем грубейшая. Возможно, D2. Возможно, D2 кореец, как сказал, как раз таки, у нас мидер команды Evo's. Что у тебя там, Николай, упало? Нину стрим. Ничего себе. Секунду, ребят. Надо перепроверить, потому что... Ну, у меня вроде пишут, что идет. Но они все пишут, что умер. Ладно, это в записи идет. Сейчас я подожду. Если через 2 секунды сам стрим не восстановится, ну, тогда я попытаюсь перезапустить, и тогда запись будет у нас прерывистая. Ну, а так, вроде, у меня идет все. Там чатик, я смотрю, он стебается, самолет упал. Ты еще не смотрел. Вот Ванюшка, например, рассказывает, как будто стрим шел без остановки. Ну, ладно. Пока достримлю тогда, там дальше разберемся. Вроде больше люди не пишут, что стрим упал. Но я вижу, у меня дропфреймы пошли. А почему у меня дропфреймы пошли? Это я вижу, что они у меня пошли. Это я вижу. Ладно. Я в запись хочу, чтобы нормально этот поток пошел. Не буду тут отвлекаться сейчас. Он там будет, видимо, чуть-чуть, какое-то время падать. Потом я сервер просто поменяю после этой игры. У нас тут же БМ делает он по Варзону, Варзон дает ульту мимо вообще всего, чего только можно было. Столько народу сюда прилетели убивать одного Азира, который сместился. Тот самый момент, про который я говорил, что Азиру будет полегче. Полегче будет. Но толку от того, что будет полегче, если на тебя такой залет сделать супермассивы, супермассивы лучше контролят игру. Это я вижу. Макро игра у них на высшем уровне. Они потому что используют своего Тамкенчан по максимуму. Он уже сделал три килла для своей команды. И Фабулосу здесь не смог он побороться за красный баф, насколько я правильно понял. Но тут не в красном бафе дело. Тут проблема тоже не... Ой, а как-то мейч потерял здоровье. Ну, видимо, он там подэ за проказ попал. Я сейчас ультой не сможет дать, потому что ульта у него в... Да, вот это интересный ход. Команда Эвасов сразу же начинает делать на Шора, потому что они используют свою телепортацию и уже забайтятся, по-моему, до конца будут работать. Стамейджет очень битый. Они знали, что он будет у нас уходить на рекол. Стамейджет может делать флеш туда и нажать свою ульту. Но он не делает этого. Он просто отдается ради фана. Трандл забирает себе этот килл. Прыгивает вся команда Эвасов внутрь, чтобы выскочить через другую сторону. И, конечно же, закрывает там Кейтлин, расстреливает все, кого может. И минус 4 игрока за на Шора. Я вам всегда расскажу, что минус 4 игрока за на Шора. Ну, там еще Стамейджа убили. Это плюсик надо записывать. А это, по сути, в ноль на Шор уходит. В ноль. Но в данном случае они потеряют объекты. Очень серьезный объект на миде вышку. И большой пак крипов подпушивает Фафаболус на топе. Скорее всего, они 2 вышки за это потеряют. Сразу же, да, смещается туда Кейтлин. Плюс еще стак есть для Кендретки. И Кендретки, если успеет туда прибежать на синий баф, они могут еще и синий баф организовать. Нет, побаиваются. Супермассивы решают, что раз мы без бека, оппонента сейчас будет с бека. Оппонент это точно уже будет с бека. Да, ну ладно. Синий баф забрали, но без Кендретки. Ой, а это что такое? У нас Старк ловит. Здесь Фафаболус дает с него ульту. Но там рядом Кейтлин, рядом еще стон флаффер, который его проглотит. Дается ульта Ганпланка, чтобы Старк не убежал. Он Старк через флэш уходит. Сторонный счет становится 6-8. Ну, здесь никто не умер, а я имею в виду вот общий после этого всего. И мы видим, что Эвосы интересную идею продемонстрировали. Я не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это хорошо. Но есть такое. Вот этот Нашор, смотрите, они, получается, увидели, что Кендретку надамажили, знали, что три игрока потратили свои хорошие ульты и одновременно с этим они были все снизу. То есть они не знали, успеют ли вообще вернуться сюда супермассивы. И решили не гадать, а сделать все гораздо проще. Тупо пойти в Нашора, тыкнуть. Тыкнуть Нашора получилось, и Стамеджа здесь ошибся. Старк в него прыгает, тут же его шотает, и после этого они забирают Нашора без проблем. Ошибается немножко Тарик, он должен был к стенке подойти, сделать флэш, но если вы заметили, он сделал флэш к стенке. Он мискликнул, мне кажется. Так бы, возможно, два игрока выжили у команды Эвос. Ну и здесь нам показывают момент, это уже мы в игру попадаем, подождите, Эвоса слэя здесь ловят, опять на дурости. И Старк пришел Стамеджу, это был четвертый. И еще здесь Роника ловят, Кейтин перепрыгивает, что заработает себе килл, но ничего не выходит. Как же плохо Эвоса играет по макро. И учитывая, что их сетап строится в 4-1, они не победили, ну то есть, они могли на своей механике победить на линиях, это было видно, что они лучше играют на линиях. Но они решили играть 4-1 через чистый сплит-пуш, и сейчас они столько киллов отдают просто так, забирают вышку, хотя у них есть на шор баф, отбегают Фафаблос, Фафаблос ставит бошку, да, но она ничего не сделает. Си не будет воровать Еджин? Нет, отступает, Старк разворачивает, чтобы Фафаблоса побить, но это байт, на самом деле, если Фафаблоса убивать, все закончится очень плохо. Так, ребят, стрим идет или нет? Давайте я задам этот вопрос, потому что это меня сейчас больше даже интересует. У меня по цифрам были дропы. Мои, чужие, сложно мне сказать, но были дропы, да. Но вроде как стрим сейчас должен идти. Чатик молчит, да, чатик молодец, все, отлично. Вы там пропустили один килл, который на Азире сделали, в общем-то и все. Все остальные моменты вы в запись попали. Спасибо, спасибо. На Гудгейме шел без потери, так что... Не-не, ну дропы были у меня, я посмотрел, от меня были дропы в один момент, очень большие. Странно. Ну, потому что обычно у меня такого не бывает. Ну что ж, у нас здесь опять Ол-Ин идет от Старка по Фаболосу и сюда же подходит Варзо. Ну, конечно, отсюда не увернуться. Это комбинация Азир плюс Камила слишком злобна. Ронапи погибает. Сноуфлавер делает полет за спину. Табрдайв организовали супермассивы в ответ, но правда это на Тир-1 вышку, ой, извините, Тир-3 вышку ингибиторовскую. Она погибает в ответ. Все, что Эвасы могут сделать, это просто побить вышку на топ, переходить сюда Азир. У него нет ульты, которые он яростно потратил, но в ситуациях, где не надо было тратить, сейчас бы могли еще играть. Трандл бы поставил кубок, сейчас бы ворвался, Азир, Эзик бы попрыгал. Можно было играть, серьезно, можно было. Но это ошибка, мне кажется, вот Эвасов перемудрили они с этим объектом, объектом я назвал Фафаболоса в данном случае, ну и забрал вышку у нас на топе, открыв ингибитор Старк. Ну Старк, я думаю, убежит, вряд ли его здесь догонят, правда тут еще пока стеночку надо нажать, а уже Шурелия была прожата ДжБМом, стеночку надо, оп, прыжок, не самый дальний, потому что на игрока прыгнуть не смог, Старк цепляет, С дает ульту, и Старк разворачивается, дает W, прыжок от стеночку, ну и все, в общем, дейлю, ох, как близко! Вот это жадность сейчас была, не жадность, а скорее добросердечность, заднота, он отдавал килл Владимиру, вместо того, чтобы сам доработать этот килл до конца, и в итоге, чуть было, Владимир не умер. Ему пришлось Игнать даже поражать в этой ситуации. Ну что ж, 7-12 у нас счет, ребят, минус, Дракон уходит все же за его, они сыграли минус, с Ношора, минус 1600, ну про это я говорил, что если вы теряете объект, вы конечно в минус играете, да и потом они с этим Ношором отдали 4 килла, в ответ взяли 1, то есть это точно невыгодно. Ну да, там английские комментаторы такую мини-подсказку говорят на тему того, почему Эвесы не группятся, а зачем нам группиться, мол, если мы можем сплитпушить бесконечно, у нас 2 телепорта, у оппонентов 1 телепорт, и тот человек, который у них с телепортом, он умирает от любого нашего игрока, и Азирова может победить теоретически, и Камила его может затовардавить. Так что будем просто сплитпушить оппонентов до максимума, но вот незадача, если вы хотели такую стратегию играть, я думаю, они не хотели такую стратегию играть, она просто сейчас навеяло им это, так вот, если они хотели бы такую стратегию играть, то надо было брать не Эзо, надо было отпушивать и взять, Эзо вообще ничего сделать не может, он сейчас бегает и говорит, ребят, вы видите мою статистику. Пацаны смеются, говорят, да, 1-4, лошок. Он говорит, ну, эта статистика еще как бы хорошая. Я вообще ничего сделать не могу. Он не может убивать крипов, он не может делать сражение с командой. Он мобильный, это хорошо. Но мобильность нужна против ассасинов. Здесь никаких ассасинов нет у супермассивов. Они просто прут в вас. Вам нужен отпушиватель, вам нужна кейтлин, вам нужна аша, вам, ну, там, я не знаю, варус тот же самый, хотя варус хуже по отпушиванию работает, чем вот Северка, кейтлин. Ну, кейтлин уже взята была оппонентами, понятное дело. Ну, аша. Такие дела. Повезло, что не было инферналов. Но я думаю, по-другому бы игра выстраивалась тоже, если бы инферналы были. Дабл капля билд. Подождите, у кого там дабл капля? Сейчас посмотрим. Но на шору решила эти команды супермассивов. Правда, они по вардам гуляют, ставят пинк у нас там, а еще этот пинк не видит тот пинк. Кубок ставится на 100 мейджа, но не будут волынять. У него так, может, солдатика поставят какая-то. Сейчас поглядим, что там у Эза. Там говорят, что у Эза две капли, но это, конечно, наркомания такая какая-то. Это абсолютно неправильный выбор. И знаете, даже если там действительно это, лучше даже статик было собрать для отпушивания, чем еще одну каплю. Новая мета на Эза. Я точно был всего лишь 9 дней в отпуске, потому что я что-то пропустил. Много урона в этом билде, корейский билд. Ну, то, что много урона в этом билде, я не сомневаюсь. Я на самом деле не сомневаюсь. Эзовская ульта идет, проверяет он этого Ношора, видит, что супермассивы его по-прежнему делают. Ну, как они так подходят вальяжно? Я потом погляжу статистику, ребят. Пока хейтить этот билд не будем, но могу сказать его главный минус. У вас нет конкретного урона. А дело в том, что у Эза... Ой, а вот и килл! Соло килл от Старка по Фаболосу. Ошибка за ошибкой. Как же классно отыграло все же Эвосы на банах-пиках. И как же отвратительно, если честно, они играли во время самого матча. Я считаю, они не заслужили победы в этой игре, но они заслужили победу, наверное, за то, как они напикали. Потому что они знали, что Фаболос будет лезть на Ганпланка. Они оставили ему Ганпланка открытым. Тут же забрали контр-пик к нему. И взяли себе Азира, чтобы быть в безопасности! Ношор! Кейтлим убивает уже у нас Эза, переключается дальше Ношор, баф, не забирает все еще никто. Южи пытается его добить и забирает его все же Азир. Джи Би Эм делает улын, но он один против троих. Его пытается спасти с флэша. Его же игроки, но он сам упрыгивает в сторону. И у нас Джи Би Эмчика добить нечем, потому что тут такие игроки-то сражаются. Азир-то убежал, Кейтлин, Зайтнота все еще жива, все еще стреляет. А Сноу Флавер в этот момент Старк останавливает. Старк выпрыгивает, но уже недалеко, потому что сейчас Сноу Флавер даст по нему флэш-автоатаку. Замедление! И это даже уже был стан. Можно проглатывать. Проглатывает! Не дает никуда Камиле убежать Сноу Флавер. Как же классно он среагировал. Как же классно вообще продумали все. Вот сейчас супермассивы, именно вот, понимаете, макро-игра у них лучше. Они оставили на забирание на Шора Кендретку, Кейтлин и Владимир. Я хочу аж перемотать вам назад, но нам Рио-то и так это покажут. Я просто паузу нажму, чтобы вы увидели этот момент. А Том Кенч пошел останавливать Камилу. Почему он пошел ее останавливать? Потому что он может ее остановить. Она не может его убить никак. У него есть нинжа-тапки, у него есть армор, идущий с локета, у него есть куча здоровья, и он под вышкой. Если она попытается с ним сражаться, он ее проглотит и утащит под вышку. Все, говорит. Не сражаемся. Давайте посмотрим. А, ну это не тот повтор. Это как Старк убил Фафабулос. Фафабулос без Стирака все еще. Это я вижу, это ошибка, если у него нет Стирака. А вот он, этот момент. Все, смотрите. Там Кенч занимает позицию там, где должен стоять наш Ганпланк. Он тупит. Кейтлин заходит с этой стороны. Кендретка стоит сверху. Джи Би Эм с этой стороны. Ни в коем случае не втроем с одной точки, потому что иначе Азир всех троих сразу отзонит. Ну и Слей просто дурак. Извините. Я сейчас увидел, что он сделал. Лучше бы я этого не видел. Давайте мы этого как будто не видели. Слей просто умер от Кейтлин. Джи Би Эм не успел сразу подойти во время команды. Когда ворвался, там Тарик дал ульту. Пришлось подождать, пока ульта закончится. Ну и дальше Кейтлин за счет Хилла спасает Джи Би Эма и утаскивает. Но такое бывает. Смотрел уже обзор патча 8.11. Нет, еще не смотрел, но я знаю, что там будет. Это еще на форуме писалось. Так что там будет изменение с Эдекерри, урон, все дела. Предметики. Очередуя, кстати, изменение с Эдекерри. Ну, потом об этом поговорим, ребят. Когда будем на соло-стримах, сегодня у нас МСАЙ. МСАЙ. Сноуфлавер смог еще даже сбить ей ТП, так бы там в лейте Кейтлин умерла. Ну, Сноуфлавер для этого туда и отправился. Я же говорю, макроигра у Супермассивов просто шикарная. Им бы баны пики нормально пройти. Понимаете, в чем проблема Супермассивов? У них нет мидера сейчас. Кто-то скажет, как-то нет, там 5-0-3 парень. Да, 5-0-3 парень, который ничего не может Азиру сделать, который 1-2. Азиру его победил только что. Все. Ну, ладно, прибежал Сноуфлавер, прибежала сразу Кейтлин. Как бы при таких условиях ты победил, да. Тут, кстати, Старк пытается сражаться с Астамейджем, зачем-то и Фафабулосом, и проигрывает это сражение. Но вышку заработали Эвосы себе. Какие же они плохие на макроигре. И это будет интересная серия. Мне уже, уже забавно за этим наблюдать, потому что одни не понимают, как сплитпушить адекватно, правильно сплитпушить. Другие не понимают, как нормально баны пики проводить, чтобы у вас не было вот такой ситуации, в которую они попали. Им нужен, смотрите, ребят, я объясню. У них два адекерия. У них Кендрэдка и Кейтлин. Кейтлин будет заниматься пушингом. Кендрэдка будет заниматься ассасингом в лейтгейме. Что надо сделать? Вам нужно связующее звено. Либо усиление для двух этих адекерий. Мидера взять Арианну, там, ну, Люкса редко берется, понятное дело. Но гипотетически Ариана, Карма, Лулу, все это работает. Либо вы берете себе жесткого отпушивателя на мид. Просто, чтобы забирать раз за разом крипов, которые будут к вам подходить, чтобы сплитпушить вас было невозможно. Что они сделали? Они сами забанили Райза, сами забанили Карму. Отличный план. Ну ладно, он здесь небольшие опять макро штучки от Туреции. И в этот раз Фафабулоса не убьют. У него уже появился стера. Хотя Старк, говорит, не тут-то было. Прожимает Фафабулос W, дает автоатаку по Старку. Этого не хватает. Поэтому погибает. Это два игрока мертвых супермассивов. Они решили сплитпушить, остановить свои атакы по миду. Но, правда, это начали делать они без Фафабулоса. И в итоге просто потеряли своего саппорта. А теперь еще потеряли и Ганпланка. И остаются они с открытой базой. Это минус три ингибитора. Ну, победили. Эвосы победили за счет хороших пиков. У них лучшие чемпионы были. У них слабей был лейтгейм. Слабей. Но до лейтгейм не дошла. Погибает Кейтлин. Погибает у нас Джи Би Мчик на Владимире. Также, возможно, сейчас убьет Кейтлин. Ой, Кейтлин. Это Камила еще из Томейджа произошло. И также убивают они и Том Кенча. Ну что ж, 15-16. Кровопролитная игра. Но лейта так мы не увидели. Потому что 35-я минута еще не наступила. Даже 3-4 минуты все прошло. А чтобы дожить до этой минуты, до 35-й, обычно надо брать отпушивание. Кейтлин с этим может справиться. Но нужно больше отпушивания. Потому что оппоненты будут вас сплит пушить. Понимаете? Да? И вот они. Ариана, Лулу, Карма. Кого я там еще называл? Зиллиан, кстати, тоже заходит хорошо. Райс. Ну, теоретически Азир, если бы он был на их стороне, они могли бы его тоже взять. Там можно список мидеров довести почти до 10-ти чемпионов, которые идеально подходили. Но это точно не должен быть Влад. Влад берется для того, чтобы сделать early киллы, early pressure и потом уходить самому сплит пушить. Да. Но бывает. Посмотрим, как они следующую игру отыграть. Напоминаю, что эта серия у нас будет Best of 5. Я хочу сначала... Да, давайте это в записи оставим. Посмотреть, что там... Ой. Что там... Нет, все верно, я открывал. Что там поменялось? У Эза. А то тут поговаривают, Эза две капли собирать должен сейчас. Что-то меняет немножко. Или взять одну Север. Тогда у них Кейтлин не будет. Не-не-не-не. Север нужна была заместо Эза. Это другой команде. Но это не обязательно. То есть это нужно, но не обязательно. Просто я объясню, зачем это нужно. Это нужно, чтобы у вас лейт сохранился. С Эзом у вас нет лейта. Вы вот в лейтгейме проигрываете. Так. И... Да, есть. Смотрите, действительно, есть такой билд. Никто, никого не обманывает. Мономон вместе с Архангелом и Тринтифорс. Куча маны. Взахлеб. 61% винрейт. Самый высокий винрейт на данный момент. Кстати говоря, это на корейском сервере. А давайте посмотрим статистику не по этому серверу, а по мировому, так сказать. Ну, потому что есть, ясное дело, корейцы, которые это умеют делать. А есть другие. Давайте так. Ой, не то. Билды меня интересуют. А есть другие. Другие тоже делают. И тоже винрейт выше. Смотрите. 59%. Есть вот такие люди еще, не совсем понявшие, что надо делать. Но это именно с Тринтифорс надо делать. Видите, в чем суть? Чтобы не было у вас так много маны. Потому что здесь 500 маны идет, а здесь 250 маны вы получаете. И здесь бафы идут именно... Я не знаю, почему это работает. Возможно, это работает именно из-за того, что эта штука тебе еще Абилити Пауэр добавляет. И здесь тоже есть бонусы тогда для Тринтифорс. Суммарно. Ну, если вы берете Гаунт, ниже винрейт, видите. Ну, или вот так вот тоже можно билдиться. Это то же самое, тоже 58. Так что, действительно, это самый лучший билд сейчас за Эза. Ребят, дерзайте, тренируйте. Смотрите, рассказывайте. Ну, а мы пока идем на небольшой перерыв.